МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Елизавета Хмельева. Главное сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках Всероссийского дня бега не выбирали никогда. В Чебоксарах массовые соревнования прошли в десятый раз подряд. Юбилейные старты стали поистине масштабными. С участниками кросса познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. До старта считанные минуты. Первые ряды у оранжевых лент любители спорта занимают задолго до начала забега. Миранда Кольцова – постоянная участница кросса наций. В этом году она решила дать фору школьникам и прийти к финишу раньше молодых. Четырехкилометровая дистанция пенсионерку не пугает. Мне 83 года. Я чувствую себя прекрасно. В жизни надо улыбаться, танцевать. Двухлетняя Наташа еще и читать не научилась толком, но уже занимается спортом. Перед кроссом наций родители тренировали девочку. На пробежке вместе с мамой и с братом она вставала каждое утро. Массовые старты для нее – это первое спортивное крещение. Первый забег нынче у нее. В следующем году будем продолжать тренироваться. Тренироваться только или… Бегать, бегать. Массовый забег начался с легкой руки олимпийской чемпионки Елены Николаевой. В этом году она стала главным судьей кросса наций. Но и раньше в статусе обычного участника спортсменка никогда не пропускала эти старты. Ну, лично для спортсменов любые соревнования – это как праздник. И приходим ощущать ту энергию, когда спортсмен рядом с спортсменом стоит, он же выходит, он выходит соревноваться. Каждый год в кроссе наций принимают участие семейные команды, школьники, студенты, работники заводов и профессиональные спортсмены. Кто-то пытается завоевать награды, но большинство горожан выходят на дистанцию ради своего удовольствия. Некоторые устремляются вперед даже с домашними питомцами. В этом году на Чуваксарские старты ориентировалась вся страна. И такая честь столицы Чувашии выпала не случайно. Республику уже давно называют одним из самых спортивных регионов. Систематически занимающиеся больше 30%. Есть традиции легкой атлетики, есть олимпийские чемпионы. Очень спортивное руководство. Власти республики подтвердили эти слова на деле. Глава региона, министры и депутаты преодолели символическую дистанцию – 2 километра и 14 метров. Так они поддержали предстоящую сочинскую олимпиаду. Настроение праздничное, спортивное. Ибо сегодня стартует вся Россия и вся Чувашия. Все те, кто любит спорт. Эстафетную палочку у ВИП-гостей приняли спортсмены. Для самых выносливых дистанция в 12 километров. Лучшим из лучших вручили медали, кубки и ценные призы. По традиции, вместе с чебоксарцами на старт выходят и жители всех районов Чувашия. Каждый год Кросснация собирает под своими флагами более 50 тысяч человек. Но это только официальные данные. На практике всем желающим принять участие в соревнованиях даже не хватает фирменных футболок. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Безопасность на дорогах стала основной темой еженедельного совещания при главе Чувашии. За 8 месяцев 2013 года, по данным ГИБДД, зарегистрировано снижение количества аварий. Вместе с тем, в 12 муниципальных образованиях зафиксирован рост ДТП. Неблагоприятная ситуация зарегистрирована в Валиковском, Янтиковском и Вурнарском районах. Самая высокая аварийность в Козловском. В плане безопасности движения сейчас ставка делается на развитие сети систем видеофиксации. На эти цели выделено 74 миллиона рублей. Из них уже 51 миллион освоен. Из 43 запланированных фотокамер установлены 20. В местах, где установлены приборы, отмечается резкое сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в результате нарушения скоростного режима. Министр отметил, что в столице республики ряд мер позволил снизить аварийность в среднем на четверть. Однако есть и такие муниципалитеты, где не обеспечивают безопасность на пешеходных переходах. В качестве примера глава МВД назвал Шумерлю и Новочебоксарск. Администрации и соответствующие ведомства неоднократно привлекались к ответственности. Но дальше выплаты штрафов дело не идет. Не реагирует на предписания и администрация Чебоксарского района. Здесь в течение пяти лет ГИБДД просит ликвидировать пешеходный переход через трассу М-7. Ежегодно там погибает множество людей. Весной этого года муниципалитет дал согласие. Но переход до сих пор функционирует. По-прежнему актуальна проблема травматизма среди детей. Глава Чувашии считает, что к воспитанию надо привлекать родителей. А в школах чаще проводить уроки безопасности. Развитие трассовой медицины тоже дает свои результаты. За 2013 год удалось сократить время ожидания скорой с 25 минут в 2006 до 13 в текущем. Доля пострадавших, которые доставляются в травмоцентры первого уровня, то есть это ближайшее к месту произошедшего ДТП, увеличилась практически до 69%, то есть практически до 70%. При этом возросло количество оперативных вмешательств именно в этих травмоцентрах. Все это позволило уменьшить количество умерших по причине ДТП в лечебно-профилактическом учреждении. Хотя процент погибших до приезда скорой помощи все равно высок. По словам министра, большинство ДТП происходит из-за нарушений скоростного режима. В этих ситуациях медики оказываются бессильны. Не хватает также машин скорой помощи. Чтобы обеспечить все лечебные учреждения, глава Чувашии призвал активно в этом вопросе работать с Минздравом, чтобы получить достаточное количество автомобилей. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Очень часто причиной аварии становится несоблюдение правил дорожного движения. Чтобы как-то дисциплинировать водителей, с 1 сентября увеличены штрафы. 500 рублей теперь это минимальная сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения. Заплатить ее придется водителям, которые забыли документы, не уступили дорогу или совершили запрещенный маневр. За некоторые лихачества на дороге придется выложить круглую сумму, до 50 тысяч рублей сесть на 15 суток или заново сдавать на права. Мои коллеги вышли на улицы города, чтобы узнать, как водители реагируют на ужесточение штрафов и наказаний. Не пристегнули ремень безопасности за рулем, штраф уже 1000 рублей, а не 500, как раньше. Штраф в 1500 рублей ждет водителя, если он не уступил дорогу пешеходу или велосипедисту. В 6 раз увеличился штраф за нарушение правил перевозки детей. За это водитель уже заплатит не 500, а 3000 рублей. За езду в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования по-прежнему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Но теперь к этому добавится еще и штраф в размере 30 тысяч рублей. А вот за повторное нарушение с правами придется расстаться уже на три года и отдать 50 тысяч рублей. И таких изменений в сторону увеличения штрафов в административном кодексе более 60 пунктов. Большинство опрошенных водителей на удивление положительно отзываются о нововведениях. Реально? За пьянку за рулем, например, это нормально. В принципе, я не то что не приветствую, я категорически против вот этого всего. И хорошие штрафы, может, чему-то научат тех людей. Меньше пить будут. Немножко воспитывают водителей, особенно молодежь. За пьянку и раз поймали, на всю жизнь надо лишить прав. Пьяный водитель – это вообще бомба. Водители признаются, что каждый хоть раз, но правила нарушал. И со стороны других участников дорожного движения постоянно сталкиваются с хамством на дороге. Вот обгоны делают неправильно, нарушают. Ну, как сказать, заезжают на встречную полосу при обгоне. Это очень большое нарушение. Хотя бы начать со школы вождения, вот как они вот ездят. Бывает, вот так смотришь, они лихачат. И сами же вот эти водители, которые учат. Но мне кажется, это заразный пример. Люди так и ездят. Да и смотришь, как некоторые даже госструктуры, как ездят, с блатными номерами. Это же тоже влияет. Тут дело даже не в том, что человек ездит за рулем или не ездит. Те же сам посмотреть на пешеходов. Так же выбегают на дорогу, не смотрят по сторонам. Им без разницы. Им сейчас сказали, дали добро, то, что они всегда правы. Но не зря же есть пословица, пешеход был прав. Надежды на то, что новые штрафы все же улучшат ситуацию на дорогах, есть, говорят автомобилисты. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня заместитель Министерства образования Светлана Петрова доложила, что в этом году должно быть открыто более 6 тысяч мест в детских садах. На данный момент открыто более 3,5 тысяч. Но возникла проблема с финансированием содержания дошкольных учреждений. Места для дошколят открываются в новых садах и в школах. Сейчас открыто 2 дошкольных учреждения. До конца года еще 9 примут детей. На сегодня, на вновь открываемые места, нам необходимо более 20 миллионов рублей на финансирование заработной платы и учебные расходы. Средства предусмотрены 45,6%. То есть более 10 миллионов рублей нам необходимо будет дополнительно оказать муниципальным бюджетам помощь из республиканского бюджета или внутри местных бюджетов искать источники для того, чтобы полноценно все вновь открываемые дошкольные учреждения начали работать. Вот такая в Комсомольском районе открыли, садик сегодня на полной мощности не работает. В Комсомольском районе открыли, садик в Шевле, сегодня на полной мощности садик не работает. Сегодня прохладно, там автономная котельная отдельно топит, работники есть, все есть. Родители хотят туда детей, пускать Михаил Геннадьевич, а мы не принимаем связи с тем, что на 100% бюджетную обеспеченность не просчитали заранее. Тогда давайте другие варианты, там бюджетный кредит выделяйте, дайте возможности этим муниципалитетам. Такого не должно быть. Мы все говорим правильно, но кто живет на земле, сегодня родители туда не могут отправить детей. Это получается вообще непонятно, для чего мы вообще работаем. Глава Чувашии дал поручение Министерству финансов найти возможность профинансировать муниципалитеты, чтобы в ближайшее время все детские сады смогли заработать на полную мощь. В Чувашии объявлена всеобщая мобилизация. Народные силы нужны, чтобы справиться с урожаем. Точнее, с его уборкой. Кого могут призвать на картофельный фронт, расскажет Ольга Пырочкина. Вместо бабьевы лету трехмесячная норма осадков. Вот таким выдался сентябрь 2013. Если для жителей региона пасмурное небо и дожди просто небольшое огорчение, то для аграриев настоящая катастрофа. Они не успевают убрать урожай. Если в прошлом году сравнить, то в прошлом году уже на эту дату 67% было убрано. К сожалению, и в прошлом году у нас уже идет отставание. Если по районам взять, то наибольшей площади у нас, наименьшей площади убраны. Это Красноармейский район у нас 30%, Комсомольский район 34%, Канадский район 37%, Ядринский район 30%. При таком раскладе труженики сельского хозяйства могут перейти на круглосуточный режим работы. Впрочем, не исключено, что для спасения урожая придется вспомнить советскую традицию. На сегодняшний день комбайн, когда погода позволяет, надо освещение сделать, ночные часы, они должны работать. Уборка урожая всегда, оно было дело всенародно, мобилизовать надо студентов, определенные субботники надо проводить, работники бюджетной сферы должны подключаться. Правда, в отличие от так называемой советской картошки, поехать жителям Чуваши, скорее всего, предложат не только за романтикой и общением. Я не говорю, что должны работать на безвозмездной основе. Должны работать на возмездной основе, в виде натуральной оплаты, урожай должен учитываться, и исходя из этого, люди могут заготовить для своих потребностей. Кстати, отстают в республике не только с уборкой урожая, но и с посевом озимых. Из запланированных 100 тысяч гектаров пока посели 70. Но в данном случае, вероятно, аграриям придется справиться своими силами. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Антимонопольщики заинтересовались ценами на билеты в фирменном поезде Чувашия. Как сообщило информагентство «Рыгнум», замначальника отдела товарных рынков УФАС Николай Иванов, будет проверяться их экономическая обоснованность. Проверка началась после обращения в УФАС Министерства экономического развития Республики. Аналитическая справка о средних ценах в регионах по Волжье на железнодорожные перевозки свидетельствует, цены на билеты в Чувашии выше, чем в некоторых регионах ПФО. Самые дешевые билеты на плацкартные вагоны в Оренбургской области. Почти на 19%, чем на поезде Чувашия. А в купе в Пермской области стоимость ниже на четверть, чем у нас. Самые дорогие билеты на поезд в Нижегородской области. По данным сайта РЖД, на 19 сентября стоимость билета на поезде Чувашия в плацкартном вагоне составляет 2007 рублей. В купе – 3200, люкс – 9434 рубля. Сейчас Чувашская УФАС проводит проверку по данному факту. И еще одна новость на транспортную тему. С 27 октября открывается ежедневный утренний рейс из Чебоксар в Москву. Стоимость такого удовольствия – от 3348 рублей. Время вылета из Чебоксар в 6.40 утра. Прилет в аэропорт Домодедово уже в 8.10. Из Москвы в 23.40. Прилет в нашу столицу в час ночи. В минувшие выходные поздравления принимали жители одного из самых молодых городов республики. Новочебоксарску исполнилось 53 года. К празднику приурочили множество концертов, соревнований и выставок. Подробности в следующем материале. Под задорные мотивы чувашских песен в Новочебоксарске открылась выставка осеннего урожая. Ягоды, виноград, картофель, огурцы и кабачки – сочные на вид, аппетитные на вкус. Некоторые овощи даже в руках невозможно было удержать. На радость гостей их украшали в яркие наряды. Все это на своих участках вырастили садоводы. Летом они поработали на славу и сейчас представляют плоды усердного труда. Столы на уличной ярмарке пустели буквально на глазах. Очень много надо работать для того, чтобы произвести такую продукцию. Если лениться, ничего этого не получится. В двух шагах от ярмарки сельхоздостижений школьники рисовали картины города своей мечты. Жители самого молодого муниципалитета республики в будущее смотрят уверенно. То, что новочебоксарцы любят свою родину, бросается в глаза сразу, отметил Михаил Игнатьев. Это город, где живут креативные люди. Горожане целеустремленные. Молодые люди ведут здоровый образ жизни. Поэтому я поздравляю с праздником. Хочу пожелать так удержать, двигаться только вперед. С праздником, уважаемые горожане. Центральная площадь города превратилась в самую здоровую территорию. Здесь новочебоксарцы делали зарядку и болели за участников масштабных соревнований по кроссфиту. В Новочебоксарск они приехали из разных регионов страны. Зрелищным этот вид спорта называют не случайно. В себе он объединяет гимнастику, легкую и даже тяжелую атлетику. Тренажеры для спортсменов установили прямо на улице. Кроссфит только начал набирать популярность. Это общая физическая подготовка. Здесь человек развивается гармонично во всех направлениях. Он такой же быстрый, как и сильный, такой же гибкий, такой же мощный, такой же выносливый. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Зарядку со звездой решили сделать традиционной. Воскресным утром 5000 человек пришли на певческое поле. В этот раз пригласили призера Олимпийских игр, нашу землячку, профессионала маутинбайка Ирину Калентьеву. Просто здорово, это невероятные ощущения. Просто видеть столько молодежи, столько девочек, столько ребят. И делать вместе. В порядке. Прохладная погода не помешала зарядке, а стала очередным стимулом повторять движение. Помощниками организаторов стали волонтеры. На этой молодежной зарядке со звездой собралась активная молодежь города. Здесь участвуют студенты среди специальных и высших учебных заведений. Мероприятия проходят очень здорово, клево. После таких мероприятий, после таких зарядок захватывают дух. Проект «Зарядка со звездой» будет проводиться и в будущем. Минспорта России решил сделать подобную акцию всероссийской. Теперь она будет проходить во всех регионах и называться «Зарядка с чемпионом». Все было очень круто! Вообще, прошедшие выходные были на редкость насыщенными. Жители Чебоксар еще и станцевали под дождем бразильский зук. Несколько десятков горожан в минувшие выходные поддержали международную акцию. Вместе с чебоксарцами танцевали во всех регионах, а еще в более чем в 50 странах мира. Знойные ритмы объединили вместе около 5000 человек. Музыка звучала в строго назначенный час. На импровизированный танцпол молодые люди вышли, несмотря на дождливую погоду. За несколько дней до этого участники флэш-моба оттачивали до мелочей каждое движение. Репетиции не прошли даром. Танец оценили случайные прохожие и даже осыпали молодых людей овациями. Мы репетировали около трех месяцев. Это общая хореография для всего мира. Одна хореография, танцуют все 5000 участников. Мы репетировали около трех месяцев и сегодня у нас день Икс. Мы продвигаем бразильский зук в массы. Мы хотим, чтобы танцевало больше народу, чтобы больше народу знало об этом танце прекрасном. Можно их танцевать в любую погоду. Лишь бы было настроение, была бы музыка, был бы партнер и партнерша. И тогда все получится. Юбилей с размахом. Одному из ведущих предприятий Чувашии «Заиму» 55 лет. Более полувека назад Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов выпустил свою первую промышленную партию приборов. Всего 5 штук. Сегодня продуктовая линейка завода значительно расширилась. «Заим» – одно из ведущих промышленных предприятий «Чувашия». Торжества, посвященные дню рождения компании, проходили всю прошлую неделю. В рамках юбилея состоялись фестивали, конкурсы, спортивные состязания. Заводчане соревновались в быстроте, скорости, ловкости на ежегодной спартакиаде. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. Союз мыслей и труда. Так можно охарактеризовать экспозиции в музее завода, который открыли как раз ко дню рождения. Красную ленточку перерезали президент АБС «Электро» Ненат Попович, вице-президент компании Ирина Харрисова и генеральный директор АБС «Заимоавтоматизации» Юрий Сушко. Экспозицию собирали всем заводом, признаются экскурсоводы. Старые фотографии соседствуют с современными кадрами. Рядом инновационные разработки и первые модели механизмов. Некоторые из них используются и по сей день. Огромное количество кубков и медалей, признание спортивных и трудовых достижений «Заимоавцев» разных поколений. О достижениях компании продолжили разговор и на торжественном собрании. Руководство отметило, что 2013 год стал для «Заимо» знаковым. «Заимоавтоматизация» вошел в число ведущих машиностроительных предприятий в России. В прошлый год «Заимоавтоматизация» закончилась историческим максимумом по выручке, которая составила 850 миллионов рублей. К этому юбилею завод подошел с достаточным запасом прочности. Все у нас, слава богу, получается. И в этом году, надеюсь, мы наконец-то откроем себе ворота в путь так называемых миллиардников. Надеемся в этом году совершить отгрузку на миллиард рублей. Начиная с 2009 года, завод выпустил на рынок столько новинок, сколько, наверное, не производил за все 90-е и начало 2000-х. То есть, так получилось, что мы даже в кризис не останавливали наши разработки, отслеживали тенденции рынка. И у нас есть чем сейчас отвечать любому импортному аналогу. Памятными подарками и дипломами отметили в этот день тех, кто отдал заводу много сил и энергии. Это и трудовые династии, и ветераны, и лучшие бригады. Хотелось бы, чтобы ваши дети и внуки следовали вашему делу, шли за вами, по вашим стопам, приходили работать на завод. И славы в трудовых династии Зейма от года в год становилось все больше. Людмила Чехутова – одна из самых преданных сотрудников предприятия. Здесь трудились ее сын и невестка. Общий стаж работы на Зейме 68 лет. В следующем году у Людмилы Алексеевны собственный юбилей. Через год в сентябре будет 50 лет, как я хожу через одну и ту же проходную. Начинала с ламп, с ламповой техники. А сейчас техника микропроцессорная. Представитель династии Харитоновых Александр начинал свою карьеру на заводе с ученика-токаря. Сейчас главный инженер. Общий трудовой стаж семьи Харитоновых – 87 лет. Меня отец привел сюда на это предприятие после окончания школы. И с тех пор я здесь дружусь. И армия была, и учеба без отрыва от производства. Плюс еще мама у меня здесь работала. Кто как работает, тот так и отдыхает. В субботу коллектив АБС «Электр» с плакатами и кричалками собрался на столичном стадионе «Олимпийский». Именно здесь прошла пятая открытая спортыкиада. Это яркое спортивное шоу давно стало доброй традицией, в котором принимают участие не только спортсмены из московских и чебоксарских предприятий компании, но и их партнеры. Поддержать АБС «Электр» пришли команды ВТБ-24, АББ и ИЦ «Бреслер». Открыл ее президент АБС «Электро» Ненат Попович. «ЗАИМ» успел за эти 55 лет сделать свое великое имя в машиностроении Российской Федерации и ближнего зарубежа. Даже и в дальнем зарубеже знают про «ЗАИМ». Я уверен, что будущее будет еще лучше. Все это благодаря хорошим, талантливым сотрудникам наших предприятий. В других предприятиях тоже хорошие успехи, но мы сегодня собрались показать свои спортивные достижения. Сразу после открытия сами соревнования. Программа насыщенная. Волейбол, футбол, армрестлинг, перетягивание каната, легкая атлетика. Первыми на старте – легкоатлеты. Забег на 400 метров вызвал бурю эмоций. Многим эта дистанция далась нелегко. Но ради победы спортсмены делали невозможное. Два года как устроился работать на АБС, на «Бреслер». И постоянно принимаю участие. Поздравляю всех работников АБС с великим братиком спортеады и коллег взаима с их юбилеем. Не отставали от взрослых и дети. Маленькие спортсмены прыгали на скакалке, забивали голы в ворота, упражнялись в меткости. Проигравших здесь не было. Каждый получил достойный приз. Между тем во взрослых играх выявились чемпионы. Абсолютными победителями пятой открытой спортеады стали спортсмены завода юбиляра «Заим». Второе место у сборной команды АБС «Русь». А третьими к финишу пришли сотрудники в НИИРа. Галина Титарчук, Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова